У одесситов, проживающих на торговой, утро началось с ужасного грохота. Жители дома под номером 21 даже подумали, что это разрушается их жилье, которое как раз находится не в лучшем состоянии. В результате они были правы, но лишь отчасти. Обрушилась весьма массивная часть карниза. К счастью, никто не пострадал. Люди признаются, они ожидали подобного исхода. После дождя, но сегодня все упало. Еще у нас работал асфальт, нам стелили и работала машина, вот эта отбойная. И у нас такие тут колебания были, поэтому сейчас все завалено на сегодняшний день. Фрагмент абсолютно сухой камень, но это уже идет из-за того, что дому 120-130, я не знаю сколько лет, и капитально последний ремонт был, по-моему, в ассад вообще не делали. Делали внутренние перегородки в 60-х годах. Понятно, что полвека прошло, а ремонт карнизов и наружной стороны ремонта не было. Проблемы в доме начались еще в августе, но связанные они были не с фасадом, а с водой, а точнее ее отсутствием. Ремонтные работы во дворе, на которые грешат жильцы, как раз таки связаны с этим. Что касается фасада дома, то он уже давно нуждается в ремонте, так как находится не в лучшем состоянии. Признают это и представители ЖКХ, которые прибыли на место для устранения последствий аварии и анализа состояния дома. Но при этом они отмечают, причин для выселения людей нет. Наши миссионные сейчас проводятся работы по разруске балкона, выносу камней, чтобы снять нагрузку с балкона и очистки камней с тротуара. Нами была подана заявка в МЧС, вот как бы оперативно выходили, передали на прокурату, чтобы приехала вышка. И как бы совместными усилиями будем сейчас устранять, делать мероприятие по снятию аварийных частей. Потом, впоследствии, мы будем принимать решение уже совместно с департаментом русского хозяйства, с администрацией. И своими силами будем принимать решение, как делать дальше. Что касается причин, то коммунальщики настаивают на том, что это никак не связано со вчерашним дождем. Ведь проблем с крышей в здании нет, а значит и протеканий тоже. Но людям от этого не легче. Они боятся, что на этом разрушение дома не прекратится, и надеются, что решение их проблемы не превратится в очередное долгое бюрократическое разбирательство.